Здравствуйте! Центробанк лишил лицензии уфимский АФ-банк, который имеет представительство в Перми. По мнению регулятора, учреждение проводило рискованную финансовую политику. Кредитная организация полностью утратила капитал, сообщила пресс-служба Центробанка. Из-за этого банк не обеспечивал своевременное исполнение обязательств перед вкладчиками. К сожалению, дозвониться в пермский офис АФ-банка, который расположен по адресу Ленина 60, и узнать, что будет с деньгами пермских вкладчиков, нам не удалось. Не взяли трубку и в главном офисе банка, который располагается в Уфе. Между тем, по сообщению Тартас, выплаты страхового возмещения вкладчикам АФ-банка начнутся не позднее 1 мая 2014 года. Коммунисты намерены организовать антиамериканскую кампанию в России, пишет Известия. По словам представителей партии, всех жителей России они попросят отказаться от товаров из США, как продовольственных, так и промышленных. При этом депутаты сами подадут пример простым гражданам и постепенно найдут замену тем товарами США, которыми пользовались. Между тем, экспорт американских товаров в Россию за год увеличился сразу на 28,7% и составил в деньгах более 10 миллиардов долларов. А вот поставки товаров из России в США, напротив, уменьшились на 15,4% и составили около 29 миллиардов долларов. Водители тихоходов будут штрафовать, пишет Интерфакс. Совет Федерации одобрил соответствующий законопроект. Он предусматривает штраф для водителей, которые медленно едут и не пропускают следующие за ними автомобили. Штраф предусмотрен в размере от 1 до 1,5 тысяч рублей. При этом наказывать будут в том случае, если водитель движется менее 30 км в час и отказывается пропустить следующий за ним автомобиль для обгона. По мнению авторов, это поможет избежать нарушений, таких как выезд на встречную полосу. Как раз, тихоходов, не тихоходов. Пускай себе едет. Такое же транспортное средство. Не мешает это никому. Нужно, чтобы побыстрее ездили. Пробки не создавали. Но особенно по бульвару учебники ездят, мешают. Вот их вообще убрать с города надо. Если я понимаю специально, когда человек не развивает скорость, машина может развить большую скорость, а едет с меньшей скоростью, тогда да, можно выписывать штрафные санкции. А если не может развивать большую скорость и соблюдает правила, допустим, движется по крайней правой полосе, и дорожно работать, нет необходимости такой. Бороться с вредоносными материалами в интернете будут с помощью горячих линий. По задумке парламентариев, увидев безнравственные картинки, видеоролики и другие материалы, граждане смогут позвонить по специальным номерам и сообщить о содержимом. Горячие линии будут обслуживать некоммерческие организации, которые займутся мониторингом теле- и радиопрограмм, выходящих в эфир сайтов интернете. Они будут действовать в тесной связке с Роскомнадзором, что поможет оперативно блокировать вредоносную информацию. На этом у меня все. Удачи в делах.